Спиннеры и лего у Арсения Пономарева уже давно пылятся в коробках. Зато кубик Рубика на протяжении трех лет в работе. Ученик собирает головоломку дома и в школе подросток знает все о трансформации интеллектуальной игрушки. Для Арсения цветной кубик это настоящий тренажер для мышления. И сложнее модели для меня двойка пока сложнее, чем Иви Куб, потому что Иви он более простой. Я научился через интернет, но это надо было много времени потратить. Я долго не мог научиться, как это собирать. Кубик Рубика развивает моторик рук, пошаговое мышление и дух соревнований, как считаю я. Дети разных возрастов собирают кубик Рубика с большим интересом. Некоторые устраивают настоящие баттлы прямо дома. Кубик Рубика нужен для развития ума и для развития мелкой моторики. Да, я знаю! Однако мало кто знает из взрослых, почему головоломки исчезают с прилавков в магазинах игрушек. Все дело в правообладателе. Если раньше авторские права у нас в России как бы не очень сильно соблюдались, как лет 10, может 15 назад, то сейчас это очень все хорошо отслеживается. Игрушки, которые были похожи на какие-то сильные бренды, они пропали с рынка. Поэтому сейчас невыгодно даже самому продавцу продавать эту игрушку, потому что может прийти представитель, держатель бренда и подать нам в суд за нарушение авторских прав. Лилия Ершова в Челябинске является настоящим экспертом по детским игрушкам. Ее компания обеспечивает дошкольные учреждения образовательными и развивающими наборами. А сама бизнес-леди создает свои интеллектуальные игрушки для командообразования. Лилия отмечает, что маленький потребитель стал очень разборчивым. Сегодня малышам и подросткам интересны эксперименты, технические процессы, программирование. Благо рынок у нас растет вместе с детьми и появляются хорошие технологии, которые позволяют сделать игрушку еще интереснее, и чтобы ребенка можно было захватить. Так как дети у нас сейчас хотят все познать, им очень важно вот это вот моторика, важно само экспериментирование. И уже родители стали более осознанные. Они уже дают ребенку потрогать, поэкспериментировать, покидать, поломать. Эксперты уверены, что через несколько лет ассортимент современных игрушек кардинально изменится, станет более цифровым и интеллектуальным. А вот какая эволюция произойдет с популярной головоломкой, покажет время.